Когда эти люди вернутся в свои дома, пока неизвестно. В этом году во время паводка им пришлось покинуть дома, в которых остались вещи, бытовая техника и прочее. Полмесяца люди жили в школах номер 36 и 40. По причине возобновления школьных занятий в обычном режиме, семьи переселили в общежитие. Студенты первого и второго курса фактюбинского гуманитарного кольжа по этой причине переведены на дистанционное обучение. Сейчас в нашем общежитии проживает 288 человек, 125 из которых – это дети. Мы старались создать все условия и совместными силами обеспечили питание, выделили каждой семье комнаты. Круглые сутки у нас дежурит медработник. Также люди могут ходить на работу и посещать школы. Объект находится под охраной. Регулярно проверяем жителей и интересуемся, что им необходимо. Айдана Урнбасарова – мама шестерых детей. Она семьей до этого проживала в четырехкомнатном доме в садоводческом коллективе «Запказ Энерго» в районе Кривого озера. Туда она переехала в 2019 году, и эта весна оказалась для ее жилища плачевной. Многодетная мама вспоминает, что вода в дом зашла по колено. Их с детьми экстренно эвакуировали в 36-ю школу и пять дней назад переселили в это общежитие. Из проблем – отсутствие развозки до учебного заведения. Женщине приходится ездить в школу по несколько раз в день, чтобы отводить и встречать детей с занятий. Здесь мы проживаем уже пять дней. У нас условия все хорошие. В каждом этаже есть душ, стиральная машина. Дети у нас бегают, всегда под присмотром медицинское обслуживание. В школу они ходят. Кто на работу – все ходят. Все условия есть. Пять раз питаемся в день. Вот как я, многодетная мать шестерых детей, хотелось бы, чтобы мне квартиру дали, как я в очереди стою уже несколько лет. Хотелось бы, чтобы эту хотя бы дали. Больше я ничего не требую, мне больше ничего не надо. А другим людям тоже хотелось бы, чтобы им… Вот кто не стоит в очереди, инвалиды, например, есть. Кто не стоит в очереди, им бы хотя бы под ипотеку народ так просит. Или же землю, чтобы там за материал хотя бы заплатили. Хоть ситуация с паводком частично стабилизировалась, многие семьи все еще не могут вернуться в свои дома. Ведь там сырость, непригодные к проживанию условия и опасная для здоровья атмосфера. Еще 984 человека размещены в общежитиях медицинского и жубановского университетов, нескольких колледжей и в гостинице центра подготовки Олимпийского резерва. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».